Соединенные Штаты Америки пообещали поддержать Украину в случае обострения российской агрессии. Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Штаты готовы поддерживать Украину в условиях действующей российской агрессии на Донбассе и в Крыму, а в случае эскалации конфликта не оставить Украину наедине с кремлевскими оккупантами. Об этом он заявил во время телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном. В частности, Таран рассказал Ллойду Остину о ситуации на линии разграничения с временно оккупированными территориями и отдельно отметил убийство россиянами четырех украинских военнослужащих 26 марта вблизи населенного пункта Шумы. Он рассказал об обострении ситуации в районе проведения операции объединенных сил и о том, что Россия не желает подтверждать приверженность к режиму прекращения огня. Остин, в свою очередь, заверил, что Штаты будут поддерживать Украину. Глава Пентагона подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины, говорится в заявлении Минобороны. Звонок американского министра там считают яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке Украины. На фоне обострения ситуации на временно оккупированных территориях Востока Украины, штаты значительно активнее начали контактировать с Киевом. Так, 29 марта руководитель офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. А 31 марта разговор состоялся между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и госсекретарем США Энтони Блинкином. Кроме того, украинский министр контактировал с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид и министром иностранных дел Канады Марком Горном. По словам Кулебы, партнеры Украины также видят обострение ситуации на Донбассе и настаивают на продолжении переговоров. Нынешняя эскалация со стороны России является системной и наиболее масштабной за последние годы. Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один – дипломатия. «Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня», – заявил Кулеба. В то же время в Париже прошла беседа об Украине без, собственно, Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на востоке Украины с главой ОПГ Кремль. Хотя такие переговоры в четырехстороннем формате ранее инициировали украинцы. Более подробно о том, почему не позвали на эти переговоры Зеленского, в одном из следующих материалов на ОМТВ.